500 миллионов рублей. Именно столько государства выделит на поддержку отечественного кинематографа. Представляете? Уже есть список компаний и фильмов, которые, скорее всего, получат финансовую помощь. А еще одно, друзья, хорошая новость. Российскую фантастическую картину «Спутник» очень тепло приняли за рубежом. Обо всем этом будем разговаривать с нашим дружеским видеоблогером Ильей Маклаудом. Он у нас уже в гостях. Доброе утро. На самом деле, 500 миллионов рублей. Для киноиндустрии, мне кажется, это вообще капля в море. Для российской не то, чтобы капля в море. Там, по-моему, примерно, если так раскидать, там около 10 миллионов в среднем получит один проект. Там все зависит от того, на какой основе эти средства будут выданы, на возвратный или безвозвратный. И, опять же, надо понимать, сколько фильмов в целом зарабатывают в России. А сколько вот так вот нормально? Ну, в среднем. Значит, ну, есть, наверное, два вот примерно критерия, сколько они зарабатывают. Хорошие, крупные проекты, они зарабатывают, ну, крупные в плане сборов, в плане какой-то все-таки хитовости. Ну, вот они, собственно, могут и 500 заработать миллионов рублей, да. При бюджете, ну, затраченном? При бюджете, а там по-разному. Тут, скорее, ну, где-то 10, вот, 5-10 миллионов. То есть это вполне себе такие. Ну, в долларах, я имею в виду. В долларах, да. Я почему-то в долларах бюджет все время запоминаю. Вот. А что касается именно среднем, фильмы зарабатывают тут в рублях где-то по, ну, по 70, по 80. То есть, если соотнести вот эти вот субсидии, да, то есть по сравнению с хитами, это где-то, ну, 2 процента, да, получается. А так получается, ну, прилично. То есть это где-то, там, процентов 10, 12, 15 даже. И вот возникает вопрос, заслуженно ли поддерживаем мы российский кинематограф? Вот, знаешь, есть такой блогер, бэткомедиан. Да. Он критикует, в принципе-то, по делу российское кино, причем аудитория у него миллионная, и мнение его в каком-то смысле авторитетное. И он замечает, что очень часто неудавшиеся фильмы спонсированы как раз-таки фондом кино. Ты согласен? Да, есть такое дело. Но мы об этом тоже неоднократно говорили. У российского кино своеобразная, скажем так, история и своеобразный такой путь становления, наверное, путь к успеху. Вот. Ну да, в целом, так часто бывает. Потому что, ну, скажем так, проекты, об этом тоже, собственно, Баженов говорил тоже неоднократно, о том, что вот фонд кино, они редко выделяют, опять же, деньги вот именно, скажем так, штучно. Вот этому проекту, этому проекту, этому проекту. Они обычно выделяют пакетами. То есть есть студия, приходит, вот, по-моему, я даже смотрелся список, там, так как бы просто список студий, и у каждой студии там, ну, по два-три, по три проекта. То есть они голосуют пакетами. То есть получается, что вот из этого списка, ну, даже вот три фильма. Ну, это так, широким моском. Да, может быть, один, как бы, хороший фильм, действительно, там, может быть, социально значимый, может быть, он там не собирает какие-то, прям, такие миллионы долларов в прокате огромные, но при этом сам по себе фильм хороший. То есть он нравится, допустим, тем же критикам и признает, что этот фильм делает какой-то, ну, вклад все-таки в кинематограф в целом и в культуру. Но при этом, может быть, он не собирает. Ну, такие фильмы, в общем-то, не стыдно деньги выделить, даже несмотря на то, что мы не собрали, ну и что. Вот как ты считаешь, вот, из того списка, который ты просмотрел, есть что-то достойное? Вот, кстати, да, тут на днях вышел трейлер «Конька-Горбунка», да, вот мне показалось, это интересный проект. Я, в принципе, вообще считаю, что вот российскому кинематографу не хватает таких референсов в сторону, собственно, российской культуры. Да, русской культуры, то есть вот прям брать фольклор, да, там, в том же списке, кстати. Но только вот он должен быть не пошлый, вот какой-нибудь. Нет, не как халов, я согласен. Да, да, вот, не как халов. Нет, нет, нет. Ну вот, из последних проектов, то, что вот я смотрел такого типа, да, мне понравилось, вот, что «Последний богатырь» сняли. Понятно, что это студия Дисней помогала снимать изрядно, но я всегда удивлялся, думаю, почему вот, например, там, Александр Роу в советские времена, он же много наснимал, и до сих пор эти сказки пересматриваются. Вот, почему сейчас-то вот мы к этому не возвращаемся, почему нас тянет все время на какие-то, ну, сошел. Ну, понятно, потому что тянет на западные, видимо, сборы, вот. Вот, а, как бы, сам по себе... Нет, ну, есть у нас истории, которые стоило бы рассказать, да? Есть, есть, есть. Я поэтому и удивился, что «Конёк-Горбунок» как бы присутствует, я думаю, неплохо, неплохо, да, действительно. И стоило бы раскрыть эту тему. Так, еще, еще один фильм, о котором стоило бы поговорить, это фильм «Спутник», в котором главную роль играет Оксана Айкиншина. Зрители хвалят его. Да. Ну, собственно, я о нем рассказывал уже по весне, когда, собственно, он вышел. Он уже у нас онлайн вышел, вместо того, чтобы... Давай напомним, о чем фильм? Фильм о... ну, это фантастика, причем фантастика ужасов, как я понимаю. То есть, ну, смешанный жанр, то есть возвращается экспедиция из космоса, начало 80-х, и, собственно, при приземлении гибнет один из космонавтов, вот, а всего их было двое. А второго, собственно, а второй, как бы он, в общем-то, не сильно повредился, не сильно травмировался, и выясняется, что он с собой привез внутри, ну, инопланетный организм. И вот, соответственно, изолируют, а из Москвы выписывают, вот, собственно, персонажа Айкиншина в, ну, там, видимо, в казахстанский какой-то институт, где, собственно, происходит действие основное. Вот, там они и изучают этого пришельца вместе, собственно, и с его носителем. Ну, на твой взгляд, хороший фильм? На мой взгляд, фильм, скажем так, просто необычный. Я не могу сказать, что он прям какой-то хороший, потому что снят он, скажем так, очень своеобразно. То есть, идея, как мне показалось, неплохая. Ее можно было бы раскрыть получше, вот, но сам по себе фильм снят спорно. Там дело в том, что тот же самый вот этот пришелец, он показан, часть фильма, он показан в каких-то темных тонах, его даже тяжело рассмотреть, его показывают как-то то в тени, то где-то его там показывают на местных телеэкранах, то есть, опять же, там в каком-то таком разрешении непонятном, то там через тепловизм. С претензией на документальность. Ну, да, да, то есть, ну, там, они там как бы наблюдают, у них там лабораторные съемки идут и так далее, то есть, вот, в этом фильме это показывают. А во второй половине фильма его вроде показывают поподробнее, но, как мне показалось, вот тут во второй половине фильма они сбились с темпа, да, повествования, и начинают показывать вот... Посмотреть ты его, стоит ли мне, скажи. Я думаю, что да, я думаю, что да, то есть, ближайшие ориентиры, это, как ни странно, это нечто, это, собственно, фильм «Прибытие» Вильнёва. Ну, то есть, для любителей жанра, да? Да, ну, это понятно, что, опять же, да, вот «Прибытие» Вильнёва, я сказал, вроде это хороший фильм, хороший ориентир, но надо понимать, что это не блокбастер, это достаточно, ну, вот фильм, если брать «Прибытие», это достаточно, скажем так, своеобразная фантастика, это же, я бы сказал, арт-хаус фантастика, здесь же это скорее, ну, не местечковый слэшер, конечно, но вот местечковый, значит, фантастика ужасов, но при этом она вот по-хорошему, наверное, если вам нравится, ну, как сказать, такой кровавенький фильм, то, наверное... Прямо давайте, давайте сюда, да? Да, да. Напоследок, мы всегда традиционно даем какую-нибудь рекомендацию, чтобы ты порекомендовал посмотреть какой бы еще фильм в ближайшие выходные наших телезрителей. Ну, я все-таки, наверное, как бы рекомендовал все-таки дождаться уже сентября и до вот посмотреть, потому что я сейчас, вот честно говоря, для себя ничего не могу найти из последнего, вот, приходите, пересматривайте какие-то старые фильмы, вот, потому что, ну, как-то вот, сейчас прям какой-то мертвый сезон, несмотря на то, что кинотеатры открылись, там... И, кстати, ну, ты свою рекомендацию дал, и я тогда в противовес, если уж кинотеатры открылись, можно сходить на неистового, посмотреть на Рассела Кроу в этой потрясающе драматической роли.